Ситуация с COVID-19 в муниципалитете остается напряженной. Число заболевших продолжает расти. С начала пандемии коронавирусом заболели более 23 тысяч жителей округа. В циционар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов за прошедшую неделю поступило 299 человек. Из них 82 – жители нашего муниципалитета. Сегодня в больнице проходит лечение 490 пациентов. Нужно обязательно вакцинироваться. Это единственный и один метод, который спасет нас от этой пандемии. Для тех, кто еще не успел сделать прививку, продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках и торговых центрах. Здесь можно пройти также и повторную вакцинацию. Мы можем предложить нашим пациентам ревакцинироваться спутником Лайтом либо также теми предыдущими вакцинами и пивак короны. Ковиваком и спутником ВИМ. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа и руководитель спортивного клуба «Орленок» Гаджимурад Гаджимурадов решил пройти вакцинацию в мобильном пункте торгового центра «Лента». Почти год назад он вакцинировался одним из первых, и вот теперь пришло время сделать прививку повторно. После стандартного осмотра и сбора анамнеза врач заключает противопоказаний к прививке нет. Я работаю с детьми, с большим количеством детей, и общаюсь много очень по служебной необходимости, по работе общаюсь с большим количеством людей, контактирую с разными, в том числе, которые могут и не подозревать, что они болеют, и чтобы себя обезопасить, чтобы обезопасить, с кем я общаюсь. Я считаю, что это мой долг. Вакцина «Спутник Лайт» прекрасно подходит для поддержания иммунитета у уже привитых ранее людей. Действует мягче, чем его предшественник «Спутник Ви». Впрочем, при желании для вакцинации можно выбрать и другую вакцину, одобренную к использованию на территории нашей страны. Отправляясь на прививку, не забудьте захватить с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.